Девушки отдыхают Украинский режиссер Алан Бадоев и его супруга очень любят путешествовать. Каждый уикенд они отправляются в один из самых интересных городов на планете. По правилам программы, один из них должен прожить субботу и воскресенье на 100 долларов. Второй может тратить неограниченные средства, которые хранятся на золотой карте. Чтобы решить, кто из них будет жить как миллионер, а кто будет учиться выживанию, Алан и Жанна перед каждым путешествием бросают монетку. И каждый раз всё решает Орёл или Решка. Привет! В эфире Орёл или Решка. Мы покажем вам, как возможно путешествовать по миру с деньгами или почти без них. Мы путешествуем по миру порознь. Кто-то путешествует с кредитной карточкой, а кто-то со 100 долларами на все удовольствия. Ну, это всё решит кольцо фортуны. Жануля, ты готова? Да. Мы же в Вегасе, надо рисковать. Орёл! Решка, решка, решка! Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Я просто не могу тебя снова расстраивать, но извини. Это просто наглость. Котёнок, ну что ты расстраиваешься? Повезёт в любви. Повезло же уже даже в любви. Что? Так началось наше путешествие в Вегас. Город, где 150 пар клянутся вечной верности каждый день. Рассчитывала отсюда уехать на лимузине, но придётся на общественном транспорте. Лас-Вегасу чуть более 100 лет. А это в истории городов совсем небольшой возраст. Как и все молодые, Лас-Вегас, кажется, не работает, а развлекается. Играет, танцует, пьёт и живёт одним днём. Вернее, ночью. А ночи в Вегасе – самые яркие в мире. Жаль, что мы прилетели, когда светит яркое солнце. Утро в Вегасе – это как проснуться с незнакомкой. И вроде хорошей была ночь, но при свете дня очарование куда-то бесследно испарилось. Скорей бы вечер. По правилам проекта на два дня в Вегасе у меня всего 100 долларов. И первая задача, которую нужно решить – как добраться в город с минимальными потерями. Самый простой способ – поездка на монорельсе. Билет стоит недёшево – 5 долларов. Но у меня нет другого выхода. По-другому я в город не доберусь. Монорельс – это полностью автоматизированная железная дорога, которая идёт сквозь весь город. Машинистов здесь нет. Все поезда управляются компьютером. На эту космическую монорельсовую дорогу длиной в 6,5 километров потратили 650 миллионов долларов. По 100 миллионов на километр. На два дня я стал миллионером. И теперь могу тратить деньги сколько мне будет угодно. Поэтому из аэропорта я уеду, разумеется, на лимузин. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Лас-Вегас с испанского переводится как пастбище. Попастись сюда приезжают по 40 миллионов туристов в год. Все крупнейшие казино находятся в отелях. А все лучшие отели – это казино. Часто владельцы казино оплачивают приезжим питание, проживание и даже авиаперелёты. Лишь бы люди играли у них в казино. Правда, воспользоваться бесплатным туром можно только, взяв на себя обязательство поставить в казино крупную сумму. Следующая станция – Беллис, Париж. Рядом находятся гостиницы Беладжо, планеты Голливуд и магазин Миля Чудес. Маршрут пролегает мимо главных достопримечательностей Вегаса – отелей и казино. Такое ощущение, что ты едешь на экскурсии в городе. А вот и самая высокая гостиница – стратосфера. Похожа на телевышку. Говорят, на её верхушке страшные аттракционы. Ну, схожу, проверю. Наконец настал долгожданный вечер. И Вегас стал выглядеть совершенно по-другому. Таким, каким я его и представлял. Все самые яркие достопримечательности мира воссозданы на бульваре Стрип. Вот, например, Эфелево-Бажный, Париж. А вот дворец Цезаря. Только очень явно, что всё это хоть и больших размеров, но не настоящее. Грандиозная дорогостоящая подделка. И всё ради того, чтобы завлечь туриста с его кошельком внутрь. Столько огней, что из-за них звёзд на небе просто не видно. Пришло время узнать, что скроют за собой огни Лас-Вегаса. И моя золотая карточка поможет мне в этом. Вперёд! Рискну я поставить доллар. Всё-таки я в Вегасе. Разве можно не сыграть хотя бы разочек? Чтобы не проиграть много денег, я выбрала автомат для жадных. Ставки начинаются от пяти центов. А ланды, небось, по-крупному ставят. Да, за 15 минут мне удалось продуть тысячу долларов. При том, что первые пять минут мне везло. Нужно было вовремя остановиться. Но в казино всё сделано для того, чтобы посетитель забыл о времени. Здесь нигде нет часов. В любое время суток поддерживается одинаковое ровное освещение, чтобы непонятно было, утро сейчас или вечер. Пожалуйста, проиграла пять долларов, могу и двигаться. Но засасывает очень сильно. Тут уже можно сидеть просто часами. В Лас-Вегасе не только много играют, но и много пьют. Пьют, чтобы обмыть выигрыш. Пьют, чтобы запить проигрыш. С этой целью я и посетил один из самых дорогих баров Лас-Вегаса. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Для того, чтобы заполучить с посетителей, менеджеры казино из кожи вон лезут. Туристам предлагается бесплатная выпивка, бесплатная парковка, бонусы на еду и скидки на проживание. Но и этого оказывается недостаточно. Поэтому каждый вечер все крупные казино проводят грандиозные бесплатные шоу, чтобы привлечь проходящих мимо людей. Одно из самых известных – фонтаны на улице Беладжо. Для того, чтобы на него посмотреть, зрители заранее занимают лучшие места. Шоу вот-вот начнется. Идемте посмотрим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА О, Боже! Стоимость проекта – 40 миллионов долларов. Просмотр бесплатный. Предполагается, что, проникшись потрясающим зрелищем, люди зайдут в казино. Аж дух захватывает. Все лицо мокрое, все в воде. Фонтаны включают каждые 15 минут. Это одни из самых больших поющих фонтанов в мире. Извержение вулкана у казино-гостиницы «Мираж». Как и многое в Вегасе, не настоящее, но очень эффектное. Но больше всего людей собирается на шоу пиратов у отеля-казино «Остров сокровищ». То, что можно увидеть бесплатно на улицах города – только прелюдия к тому, что скрывается внутри. В Вегасе одновременно идёт пять шоу-программ «Цирка деселей». От мистической до греховно-эротической. Я, как женатый человек, конечно, выбираю мистическую. «Цирк деселей» – пожалуй, самый раскрученный и известный в мире. Он принципиально отличается от известного нам обычного цирка. Так, например, здесь не бывает дрессированных животных. «Цирк деселей» – это прежде всего грандиозные шоу. «Мистери» – самая первая постановка цирка. Вот уже 19 лет шоу идёт каждый день. И непременно с аншлагами. Несмотря на оглушительный успех, номера не показывают на бис. По договорённости с отелем выступление должно закончиться в обозначенный час. Ведь пока люди смотрят цирк, они не играют. А для казино каждая минута, когда не играют, – это тысячные убытки. В Лас-Вегасе есть ещё одно известное и дорогое шоу. Только вход на него абсолютно бесплатный. Ночью Фремланд-стрит, это вот эта улица, превращается в самое большое видеошоу в мире. Для того, чтобы его построить, нужно было потратить 70 миллионов долларов. Для того, чтобы теперь каждый желающий мог просто приходить и смотреть на него. Экран Фремланд-стрит-экспириенс – самый огромный цифровой видеоэкран. Он покрывает целый квартал. На потолке 12 миллионов светодиодов. В этот вечер показывали видеогруппы Квинн со спецэффектами, молниями и графикой. Один из артистов цирка «Дюселей» оказался нашим соотечественником. Поэтому у меня появилась возможность попасть за кулисы шоу. Отечественная цирковая школа очень ценится за границей. Именно поэтому в цирке «Дюселей» полно русских и украинцев. Вот, например, Пётр и Оксана из Украины. Добрый день, Пётр. Они рассказали мне, что уже два года работают в Лас-Вегасе, но им очень тяжело выдерживать ритм постоянного праздника в городе. Вот многие говорят, о, Лас-Вегас, мы живем своей жизнью. И я, если честно, в центре только работаю. А так я не бываю даже в центре, я не знаю, что происходит вокруг меня. Я приезжаю на работу, я делаю свою работу, уезжаю домой. Ребят держат здесь высокие гонорары. Разгласить которые в эфире – значит нарушить коммерческую тайну. Мы живем как бы своей жизнью и, ну, скажем так, все прелести, то, что здесь происходит в Лас-Вегасе, нам как бы немножко даже чуждо. Скучаю. Скучаю по Украине, хочу в Одессу. Мы вас всех любим. Пускай Лас-Вегас никогда не спит, но лично я уже болюсь от усталости. Состоятельному туристу сложно определиться с выбором отеля в Вегасе. Я выбрал по принципу, что может быть лучше пяти звезд, только пять бриллиантов – Белладжио. Вот туда-то я и отправился. И не прогадал – Белладжио оказалось одной из самых роскошных гостиниц, которые я когда-либо видел в жизни. А путешествовал я немало. Кажется, что перед архитекторами и дизайнерами поставили задачу потратить на интерьер как можно больше денег. Даже часы на стенах здесь только Ролекс. Следующее, что впечатляет – это люстра с двумя тысячами стеклянных лепестков ручной работы. Каждый день персонал гостиницы меняет увядшие цветы на свежие, а каждый месяц декорации полностью меняются. Но самое удивительное ждало меня в номере. Из ста долларов, выделенных мне на два дня, я уже потратила сорок. Зато двадцать выиграла в казино. На хороший отель денег, понятно, не хватит. Зато хватит на обычный хостел. Хостел – это распространенная во всем мире альтернатива отелям. По-нашему, это общежитие. Вот мой номер. Здесь общий туалет и душ. Есть общая кухня, где можно готовить покупные продукты. Как правило, комната рассчитана на 6-12 человек. Здесь живут люди с самых разных уголков планеты. Стоимость такого койко-места колеблется от 5 до 20 долларов. Я себе позволила более дорогое жилье двухместное. Идемте, покажу. В моем номере две огромных комнаты и две ванны. Для одного более чем достаточно. На стенах висят настоящие картины, а не какие-то там репродукции. Одна ванная отделана итальянским мрамором. Принимая другую с джакузи, можно наслаждаться великолепным видом на Лас-Вегас-стрит. По-моему, это десяточка. Что я могу вам сказать? Все достаточно чистенько, бедненько, конечно, бедненько. Но что бы хотели за 20 долларов? Тут шторки чистые. Вот тот чистый видно. За окном подсветочка с развалинами. Пожалуйста, постель. Но постель какая-то, она такая, конечно, не первая свежесть. Явно. Тут очень тепло. Вот на улице прохладно, тут вот тепло, хочу сказать. Да, номер у меня действительно роскошный. А цена на него, честно говоря, смешная. Разгадка этому простая. Основной заработок приносит Беладжо игральные автоматы. А отель это так, нагрузку. Тут даже есть бесплатный шампунь. Пожалуйста, фри, фри. Интересно, если горячая вода. Уверен, что Жанни сегодня горячей воды не видать. Ну, опять же таки напоминает 20 долларов. Сюда еще входит завтрак, чтобы вы понимали. Я бы очень хотел разделить эту ванну со своей женой. Это очень яркие впечатления у меня. Вот и все. По правилам проживания в хостеле, в двухместную комнату подселять никого не могут. Тем более лицо противоположного пола. Очевидно, это какое-то досадное недоразумение. О, Боже, только этого не хватало. Известный украинский режиссер Алан Бадоев и его супруга очень любят путешествовать. Каждый уикенд они отправляются в один из самых интересных городов на планете. По правилам программы, один из них должен прожить субботу и воскресенье на 100 долларов. Второй может тратить неограниченные средства, которые хранятся на золотой карте. Чтобы решить, кто из них будет жить как миллионер, а кто будет учиться выживанию, Алан и Жанна перед каждым путешествием бросают монетку. И каждый раз все решает. Орел или Решка. Доброе утро. Вид после этого заведения не такой, как в Пятизвездах, но терпимо. Идемте завтракать. На завтрак в хостеле можно сделать себе кофе, тосты с джемом и арахисовым маслом. Можно поставить на шесть или на три минуты. После шести, правда, это все взорвется. А еще здесь, на кухне, можно пообщаться с другими постояльцами. Мои соседи по хостелу оказались из разных уголков планеты. Это девушка из Мехико. А парень из Южной Африки. Чтобы поддержать как-то разговор, я спросила у парня из Африки первое, что пришло мне в голову. Видел ли он акулу живую? Акулу? Да, большую белую акулу я видел. Она очень уродливая и очень злобная. После ночи в казино пора привести себя в чувство в бассейн. Отель Беладжио назван в честь красивого итальянского городка в Альпах, поэтому все здесь напоминает Италию. Если снаружи это дворец, то внутренние дворики – уютная вилла. Здесь есть свои сады и пять огромных бассейнов с подогревом. Вот я и принял лану. А где же моя чашечка кофе? В хостеле можно пообщаться за завтраком, познакомиться с разными людьми, встретить съемочную группу из Украины. Где еще такое может случиться, как не в хостеле? Я много путешествовал. Был в Дубае, Канаде, Венгрии. И везде жил только в хостелах. А где ты найдешь себе еще ночлег за 10 баксов в сутки? Вот так можно встретить людей, которые объездили больше стран, чем люди с золотой кредиткой, что лишний раз доказывает, для путешествий не обязательно иметь много денег. Спасибо, пока. 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 Чудесная теплая водичка, но вылазит. Прохладно, освежает, отлично. Правильно. Деньги в казино проиграл, пришел, освежился. С морю вечером напился. Алло. Горячий бассейн. Недалеко от Вегаса в четырех часах езды находится знаменитый большой каньон. Чудо природы и все такое. И если вы располагаете достаточным количеством денег, можете не тратить время на поездку на машине. На утреннюю прогулку к каньону можно и слетать на вертолете. После небольшой инструкции, общий смысл которой свелся к тому, чтобы внутри не дергать лишние ручки и не нажимать никакие кнопочки, Смотри, какие кнопочки. Мы взлетели. У меня еще остались деньги, и я решила все-таки взобраться на стратосферу и покататься на самых страшных аттракционах Вегаса. Тут есть три аттракциона. Жуткий падающий лифт, кошмарный падающий вагончик и ужасная зеленая карусель. Конечно, послушав в облик катающихся, желание немножечко утихает. Но тех, кто не может побороть свой страх, персонал башни называет цыплятами. Я не знаю, я всех люблю. Я не понимаю, зачем я это сделала. С высоты птичьего полета видно, что город одиноко стоит прямо посреди пустыни в окружении гор. А также прекрасно видно, что в Вегасе только пару широких улиц с отелями и казино, а все остальное – кварталы одноэтажных домов. Город быстро закончился, и началась каменистая пустыня Мохаве. Через несколько минут появилось озеро, созданное прегражденной плотиной реки Колорадо. Когда кажется, что уже ничего красивее не увидишь, появляется Гранд Каньон. Целых 10 миллионов лет река Колорадо вымывала в земле расщелину по полмиллиметра в год. Так и образовался Гранд Каньон. И доза второй дозы адреналина – на Экскрим. Он, кстати, на четвертом месте в рейтинге самых страшных аттракционов мира. Алан сто процентов бы не решился. Это было так страшно, я не могу вам передать. Я чуть не сошла с ума. Я висела прямо над пропастью, над Векасом, я уже говорить не могу. Именно в таких местах человек наверняка мечтает быть птицей. За эти впечатления я заплатил 500 долларов. Не дешевое удовольствие, но абсолютно оправдывает свою цену. Спасибо. Спасибо. Я иду на последний аттракцион. Все. О, Боже мой! Я хочу обратно! Это все? Это ужасно! Я хочу вниз! Это очень страшно! Это очень страшно! Это очень страшно! А сейчас мой водитель пообещал меня отвезти в совершенно другой Вегас. Интересно, что это будет. И все-таки я считаю, что для того, чтобы лучше понять город, нужно гулять по нему пешком. Из лимузина всего не рассмотришь. Вегас днем не настолько яркий и красочный, как вечер. Но посмотреть все равно есть что. Вот, например, за мной находится уникальное здание клиника по лечению мозга. Центр здоровья мозга Луруву был открыт буквально пару месяцев назад. По мнению архитектора, такая необычная форма поднимает пациентам и персоналу настроение, способствуя таким образом скорейшему выздоровлению. Водитель предложил показать мне настоящий Лас-Вегас и настоящую жизнь местных жителей. Вот так живут не туристы, а те, кто их обслуживает. По-моему, я забрела непонятно куда, в Вегасе. Причем это находится абсолютно рядышком от центра, ну, буквально два квартала оттуда. Абсолютно другой Вегас. Люди здесь живут на улицах. Некоторые просто, вы видели, спят на асфальте. Вот такой он Вегас. Мой водитель предупредил, чтобы я здесь не задерживался, из машины не выходил и вообще возвращался в свой туристический рай. Что я с радостью и сделал. Тем более, что приближается время обеда. Очень интересно, что у нас садят розы и всякие красивые цветочки, а у них кактусы. Да, вот такое не представляло себе Лас-Вегас. Вон уже центр, он виден даже отсюда. Для того, чтобы попасть в ресторан Стратосфера, необходимо пройти такой же секьюрити-контроль, как в аэропорту Кеннеди. Но чего не сделаешь ради хорошей еды и прекрасного вида. Вот такой контрастный он, Лас-Вегас. Но сюда я не советую вам приходить. Дабл поршин блю чиз, плиз. Лобстерс-суп. И я хочу стейк. Стейк. Гуд-гуд стейк. Да. Пол в этом ресторане вращается по кругу, поэтому все время меняется пейзаж за окном. Для человека с небольшой суммой денег проблема еды становится остро. Рестораны не по карману, а кушать-то нужно. Поэтому идеальный, малобюджетный вариант – буфеты. Они есть в каждом отеле. Система такая. Плачешь за вход на кассе, заходишь внутрь и ешь до отвала все, что видишь. Ну, а я купила одноразовый вход в буфет отеля Эскалибур за 17 долларов. Итак, посмотрим, что тут есть. Можешь приходить несколько раз в день. Тогда билет будет стоить около 30 долларов для взрослых, потому что дети едят бесплатно. Но еды – море. Вот правда море. Так, море – это море. Сейчас попробуем ее еще. Еда довольно пристойная. Можно отдохнуть от американских гамбургеров и картошки и взять себе суп, привычное пюре и кусок мяса. Есть фрукты и даже десерт. По-моему, потрясающая система. Жаль, что выносить еду из буфета запрещено. Смотрите, как происходит свадьба в Лас-Вегасе и сколько это стоит. По законам штата Невада здесь может жениться любой желающий быстро и без волокиты. Церквушки повсюду рекламируют свои услуги. Некоторые из них работают 24 часа в сутки. А сам процесс напоминает услугу МакДрайв. Приехал, женился, отъехал. При этом можно даже не выходить из машины. Тем не менее, свидетельство выдают подлинное. Оно имеет юридическую силу. Простота заключения браков привлекает Лас-Вегас в любленной паре со всей планеты. Меня зовут Майкл Райс и я из Никарагуа. Я из Калифорнии. Мы провели изумительный, полный любви год вдвоем. И наша свадьба в Лас-Вегасе станет восхитительным финалом. Это perfect way to close the year. Напоминаю, что по правилам нашей программы я могу неограниченно тратить деньги на все, что вздумается. Я решил воспользоваться этим правом, чтобы организовать нам с Жаной повторную свадебную церемонию. Ты живая? Думаю, почти я живая. У меня есть для тебя сюрприз. А ну, посмотри, Наня, посмотри. Ты будешь самая красивая невеста в этом костеле. Пойдем. В Америке настолько модно жениться в Лас-Вегасе, что реально выстраиваются целые очереди. Для нашего торжественного события я выбрал самую известную Little White Chapel, то есть маленькую белую часовню. Именно здесь венчались такие знаменитости, как Бритни Спирс и Майкл Джордан. Говорят, в его руках был мяч. Алан, скажи, берешь ли ты в жены Жанну, чтобы любить ее и заботиться о ней до конца дней своих? Он говорит, потратишь ли ты на нее все свои оставшиеся деньги? Да! Жанна, скажи, берешь ли ты в мужья Алана, чтобы любить его, заботиться о нем и гордиться им до последнего дня своего? Говорит, закроешь ли ты себя в своей спальне и не будешь оттуда выходить никогда? Бабе! Что вы принесли в знак доказательства своей любви? Ваше сердце? Может быть, кольцо? Браво! В таком случае, властью, данной мне законами штата Невада, я счастлив объявить Алана и Жанну мужем и женой. Целуйтесь! Я давно об этом мечтала! Несмотря на то, что в Лас-Вегасе каждый день происходит сотни свадеб, местным это, похоже, не надоело. Всю дорогу нас приветствовали пешеходы и сигналили проезжающие машины. А-а-а! Я люблю вас! А-а-а! 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 Субтитры создавал DimaTorzok Наши дни Вегасе Наши дни Вегасе пролетели как один миг. От заката до рассвета. Сейчас это время кажется удивительным сном. Или чьей-то фантазией, в которую мы случайно попали. А может быть, это был просто мираж посреди пустыни? Вперед! Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... Итак, за два выходных дня я потратила все 100 долларов, с учетом выигрыша в казино – 120. Этих денег мне хватило на приемлемое питание, проживание в скромном, но чистом хостеле, кое-какие сувениры и дорогостоящие, но совершенно сумасшедшие аттракционы на вершине казино «Стратосфера». Хотя самые яркие воспоминания остались от абсолютно бесплатных шоу с фонтанами и огнем. Это лишний раз говорит о том, что для того, чтобы путешествовать, не обязательно нужен тугой кошелек. Как обладатель золотой карты я ни в чем себе не отказывал и старался потратить как можно больше, выбирая все самое дорогое, самое лучшее. За эти два дня на казино, вертолет, лимузин, рестораны и свадьбу я потратил свыше 10 тысяч долларов. Деньги ушли, как песок сквозь пальцы. Песок пустыни Невады. Приезжайте сюда с деньгами. Для тех, кто путешествует в Лас-Вегасе экономно, есть огромные преимущества, потому что тут настолько все расположено компактно, что не нужно тратиться на транспорт. И к тому же тут очень много бесплатных шоу. Ну а если вы путешествуете с золотой карточкой, будьте бдительны, потому что здесь как нигде можно спустить все свои деньги. Идем. Субтитры подогнал «Симон»